I have ways of blowing things off. Кстати, вот, паровой центр, мне нужно 20 стали. Мне не хватает 2 стали для того, чтобы сделать паровой центр? А это то, что мне нужно сейчас. А кто мне вообще сталью занимается? У меня... Инженеры, блин, это отвратительно, отправлять на эту работу инженеров. Особенно... Так, в санитарный пункт мы сейчас отправим людей. Давайте я, наверное, с древесины 4 человека сниму. И отправлю их на добычу стали. Пока у нас не разработалась технология стали добытчика. Она скоро уже подойдет, но мне нужна сталь. Хавчик заканчивается, между прочим. Хавчик заканчивается. Это отвратительно. Ресурсы, еда, охотничья. Давайте еще одну. А, интересное кино. Мне нужна еще одна охотничья хижина. Построить ее толком не могу. О, а могу вот здесь. Так, мы пришли. Паровые ядра, древесины, пищевые пайки. Убежище хорошо снабжено и выстроено так, чтобы противостоять даже самым неблагополучным погодным условиям. Эффективная система парового отопления защищает его от холода. Эта тропа ведет в другой город. Убежище комфортабельное и с большим количеством припасов. На тяжелой круглой двери висит записка. Внимание всем ученым! Если вы берете припасы, не забывайте, уведомите в этом интенданта по возвращению в город. Это значит, что где-то еще есть один город. У тропы стоит дорожный указатель. Показывает в других направлениях. Лондон. Столько-то миль. Дом. Столько-то миль. Забрать резы. Идти домой. Стальной мост. Интересно. Хорошо. Тут у нас на угле работают люди. А почему я на Сталя... О, осторожней. Почему я на Сталя отправила людей сюда? Когда у нас есть здесь? Ладно. Пусть они хоть немножечко соберут. Да. Строительство хижины. Идет строительство. Отлично. Туда можно будет, наверное... Текущая эффективность. 87%. Это уголь, да? Это вы сейчас уголь таскаете. Хорошо. Да, хорош меня выкидывать на общую-то карту. Сейчас мы вот эти все обломочки подсобираем. Санитарный пункт. Обогреть. Обогреть, пожалуйста. Раз стало холоднее. Так, тут строится. Тут делается. Мне нужно... Ну, тут все работает вроде как. Мастерская работает. Все хорошо. Да, давайте прокрутим. Кто такой? Мужчина из Винтерхоума. На окраине города мы обнаружили измученного мужчину. Он сказал, что пришел из Винтерхоума. Поселение расположенного неподалеку от нас. И что он последний выживший. Ага, Винтерхоум мертв. Все погибли. Нет надежды выжить в этой проклятой пустоши. Вы все обречены. Вам нужно бежать. Это были его последние слова. И зачем ты к нам пришел? Там весь город умер. Зачем ты к нам пришел? Смотрите сейчас это... Мы остались одни. Новости потрясли всех жителей. Мы ожидали найти множество поселений. Строительных бригад, людей живущих, то-то, сё-то. Но мы остались одни. Ужасно. Бла-бла-бла. Та-та-та-та-та. Не надо было... Смотрите, как надежда упала. Мне интересно, кто тот Остолопина, который нашел этого человека и передал его последние слова. Откуда вообще жители узнали о последних словах этого придурка из Винтерхоума? Они все мертвы. Как выжить тут одним, без помощи? Надо вернуться в Лондон. Но в этой ледяной пустыне нет для нас надежды, новости о Винтерхоме. Та-та-та. Нужно дать им цель. Выберите путь. Порядок и дисциплина. Вера и духовная... Какая нафиг вера и духовная сила? Порядок и дисциплина. Люди потрясены, объяты страхом и неуверенностью. Они потеряли надежду выжить. Отчаяние поможет толкнуть на безрассудные поступки. Вам нужно объединить их, дать надежду в будущее. Выберите общую цель. Так, ну вера и духовная сила... Это очень хороший инструмент манипуляции. Который, в принципе, работает в нашем повседневной жизни, в нашем обществе. И все об этом прекрасно знают. Однако... Порядок и дисциплина гораздо более действенная штука. Потому что вера очень опасна. И духовная сила. Порядок и дисциплина. Нам нужно мобилизировать, действовать, сообщать, чтобы помогать людям... Да, а что делать? Подписываем. Hear me, hear me. New law in the city. В самом деле, отвратительно. Медики и ученики. Так, нужно подождать день... А, ну да, я не могу сегодня законно выпринимать. Все, хорошо, поехали. Ждем. Кстати, угля у нас нифига нету. Обеспечить температуру в домах. Творовые башни. Чего, чего, чего? Сейчас. Говорят, нам две дозорные башни построить и укомплектовать. Неубеждены хотят покинуть город. Капитан, мы не убедили большинство, но надежды осталось мало. Некоторые так напуганы, что хотят бежать в Лондон. Они грозятся покинуть город через 18 дней. Они пришли попросить нас... А, они... Что? Они пришли попробовать нас переубедить. Говорите, порядок нас спасет? Чушь, мы будем голодать. И не нарушая порядка и дисциплины, выбирать, кого съесть первым, если вы... А, если не попадем в Лондон, закончим как бедняги из Винтерхома. Делайте, что хотите, мы уходим. Блин, паникеры сраные. Что в вас? Как по мне... Лондонцы. Мы не разделились. Некоторые так напуганы, что хотят покинуть город и отправиться в Лондон через 15 дней. Они постараются убедить остальных. Недовольство будет им на руку. Страх может... Страх может не толкнуть людей на чайные поступки. Удерживайте мир. Дайте людям надежду. Дайте людям надежду. Как я вам, блин, дам чертову надежду, чтобы вас разорвало, твари. Так, порядок. Башня. Вот вам одна башня. Вот вам вторая башня. Дозорная, позорная. У меня нету гля, твари. Прекратите. Пять человек не работают. Почему пять человек не работают? Быстро, блин, пахать. Четыре человека не работают. И вы тоже, блин. И инженеры тоже пахать. Блин, ну потому что что это за фигня? Дать им надежду. Какую я вам дам надежду? Кнута я вам дам. Отчаявшаяся женщина. Женщина сидит с... Блин, вот этот мелкий почерк. Я вот не знаю, кто додумался до этого. Женщина сидит в снежной яме, держит за руку своего мертвого мужа, громко плачет. Возможно, что вам все-таки нужно было согласиться хоронить людей как подобает. Нужно было согласиться. Понимаете, в чем дело? Когда я говорил про морозные ямы, я имел в виду, что где-то в дальних гребенях, блин, откопают какой-то сугроб и будут туда свозить мертвых. Я не имел в виду, что мертвых будут закапывать прямо посреди города. Это было глупо. Никакого исключения, потому что все захотят. Я сделал то, что должен был. Потому что я сейчас сделаю исключение для нее. Да, и надежда еще упадет. Ага, давайте, добивайте уже. Я сейчас сделаю исключение для нее. И все остальные тоже захотят исключения. Типа, а чем наши родственники хуже? Вот эта вот фишка с ямой, это было отвратительно. Потому что я думал, что яму сделают где-то вот здесь. Вот тут вот. Вот, не знаю, вон там вот. Вот здесь. Зачем ее было делать? То есть, ну, к ней дорогу подводить? Зачем было вообще давать людям возможность туда приходить и... Это было неправильно, на мой взгляд. Так, ладно. 32 часа. Понятно, почему не работает. Чертежные доски. Отопление. Ага, ху-ху-ху. Мне нужно будет отопление улучшать срочно. Мне нужно будет еще кучу всего делать. Короче, ладно. Надежды и так нифига нету. Чего уж там. Сейчас придут эти ребята, принесут мне паровое ядро. Уж не знаю, не помню для чего. Но принесут хавчик. Хоть как-то. И принесут дрова. Потому что дрова стали реально заканчиваться. Куда я их отправлю? Не знаю, куда я их отправлю. Что можно построить? Технологии. Да, у нас стали так и не хватает-то, если что. Твою за ногу. Ладно. Немножечко. Это же стальные обломки. Там работает 4 человека. Где сталь? Обряд успешно прибыл. Круто. Укомплектовать! Как же все круто там. Так, хорошо. Давайте снимаем с дерева людей. Укомплектовываем одну вышку. Идет строительство. Так оно идет или идет? Черт с угля. Не хочу снимать людей. Давайте пока сниму отсюда. И сниму отсюда. Да, еда у нас пока что есть. Дозорные башни построены. Все, мы вернули себе немножечко надежду. Знаете, из дозорных башен эффективность 50%. До двух рабочих на этой смене отсутствует. Один из двух. А почему, если пять человек работает? Причина собирается. Есть один. Базовый эффект 50%. Пассивный эффект. Немного людей живет рядом с дозорным. Надо еще, чтобы люди рядом жили. Ну, блин. Вот это я сейчас, конечно, неправильно сделал. Откуда у меня было 15 человек свободных? Так, дозорность вообще падает. Так, хорошо. Надежда критически маленькая. Кретинически. Отсюда пять человек надо снять. Поставить их сюда на охоту. Чтобы хоть что-то добывали. Не, ну это отвратительно. Людей не хватает. Не знаю. Осталось 20 часов. Но я их не согрею никак. У меня нету паровой этой фигни. А, что дает. Стоп. А я же их не отправил. Ой, блин, туплю. Жуткая пещера. Ну, сходите, сходите. Она здесь недалеко. И все равно туда придется идти. Сходите. О'кей. Заличь железной руды. Люди присоединяются к лондонцам. Сэр, те, кто хотел идти в Лондон, успешно убедились своих друзей. И людей легче убедить, потому что они почти не надеются, что мы сможем выжить. Да, понятно. Хорошо. Вы же понимаете, что они все сдохнут, если они пойдут в Лондон. У меня нет угля. Как же замечательно. Восемь человек работает на угле, но угля у меня нету. Так, вам тут и по одному человеку на дозорных вышках хватит. Тут что такое? Куча угля. Вот все сюда. Хотя бы 10 человек. Надежда, недовольство, бла-бла-бла. Да, я понял. Немножечко, немножечко долбанутые законы, те, по которым тут сейчас все работает. Ну, то есть, это накрученный конфликт. Я вот, например, не поверю, что... Стоп, 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 стоп. Паровой... Тут у нас что такое? Сейчас, секунду. Так, у нас там было... Добейтесь, в свое время вмешательство, дружина. Сэр, ребенок... Блин, кто эти мелкие почерки изобрел? Блин, ребята, серьезно. Ребенок забрался на генератор. Генератор поскользнулся и упал. Но, к счастью, его успел в патрульной дружине, как зашить неподалеку. Затем патрульный отвел ребенка к матери и долго беседовал с обоями. Все могло закончиться переломом ноги или чем похуже, если бы не патрульный. Хорошо, что они нас защищают. Хорошо. На самом деле, вот такой микропочерк, это просто отвратительно. Я не знаю, зачем они это сделали. Я играю в родном разрешении своего экрана? Давайте пусть надежда там что ли вырастет. Блин, у меня 14 человек больных. Откуда? Генератор отключен. Сфига ли он отключен? Потому что у меня нет угля. Вот почему он отключен. Потому что, блин, говоришь людям, добывайте уголь. Но этого не происходит. Чертежные доски изучена технология. Супер. Отсюда всех нафиг убираем. И быстро всех сюда на уголь. Так, мы там куда-то пришли. Ожидаем. Как у меня уголь закончился? У меня 20 человек работает на углях. Ааа. Эта пещера обитаема или была обитаема в прошлом. К ее входу ведет много следов. Надо проверить, если там кто-нибудь живой, выживший. И следовать. Ха-ха-ха. Осажденный дикими зверями. Из пещеры, расположенной выше по склону, доносятся испуганные крики. Когда мы подобрались ближе, мы... А, нам пригодил проходить несколько белых медведей. Люди оказались в ловушке. И звери пожирают их одного за другим. Не мешать медведям. Медведи убьют выживших. Люди в пещере будут жить. Разведчики сопроводят их в наш город, если они выживут. Напасть на медведей. С чем? Что у нас есть? Ружья, палки. С чем мы туда пошли? Это разведчики. Я не буду рисковать своими разведчиками. Я не знаю. У этой игры довольно долбанутая логика. Я уже пару раз с этим встречался. И такие решения, они очень рисковые. Я не знаю, с чем мои разведчики. Если они там хотя бы с ружьями, и то, блин, в такую пургу против белых медведей. Нет, нет, нет. Не мешать медведям. Все. Мы просто ушли. Мы оставили пещеру позади. Вопли ужаса, относившиеся с ней, вскоре затихли. Вы не могли их слышать из-за ветра. Не надо драматизировать. Давайте сюда. Нет, а что тут? Обсерватория. Вот в обсерваторию сходите лучше. Я не собираюсь рисковать. Это мои люди. Я за них в ответе. Я не буду ими рисковать. Геник, запустите, пожалуйста. Спасибо. Вот эта паровая шняга, она работает или нет? Еще не изучено. Мне просто интересно. Вот эта паровая фигня, она работает или нет? Так, геник потихонечку работает. Но, блин, вообще на холостых оборотах мы добываем уголь практически в ноль. Нам на ночь этого, скорее всего, не хватит. Отвратительно. В столовке три человека у нас здесь. А, кстати, у нас ничего не изучается, потому что улучшение генератора... Да, это то, что нам сейчас нужно. Тенденция. Многие могут пристаниться к лондонцам. Да пошли они нафиг. Блин, нам на ночь не хватит денег этого. Ну, то есть... Черт. Ладно, у нас есть еда. Давайте мы с еды можем сократить немножко людей. Обещание нарушено. Идите лесом, блин. Я построил то, что должен был построить. Я не знаю, почему оно не работает. Я поставил там паровой центр. Он, по идее, должен был поднять общую температуру жилья. Так что, знаете что, идете лесом. Народ потерял надежду. Нам нужно продержаться еще несколько дней. Ну, а другого варианта у меня нету. Лондонцы 17. Да 17 человек уйдут. На самом деле, настолько пофиг. Так. Закрыто в это время суток. Ладно, это не страшно. Дерево. Дерево сейчас не буду добывать. У меня оно еще есть. Мне его еще приносят. Это хорошо. В столовку еще два человека запихнем. Ладно. Здесь у нас 10. Это максимум. Кстати, да. Давайте тогда построим РС-и Сталитийный. Я бы, на самом деле, еще один углифишку вот эту построил бы. И дорогу к ней. Вот, потому что мне нужно больше угля. Сейчас они этот подберут. Мне их нужно будет перекинуть сюда. Одно обещание нарушено. Одно обещание нарушено. Я еще и обещание нарушаю. Я вообще красавчик. Так. Не работает. Почему? Слишком холодно? Ребята, вы заманали. Серьезно. Генератор отключен. Да, я в курсе. Потому что кто-то, блин, уголь не добывает, когда я прошу это делать. Генератор отключен. Генератор отключен. Генератор не работает. Я тоже в курсе. Все наши труды были напрасны. 24 человека лондонцев уже. Вы не понимаете, что все это от вас зависит, люди? Все, быстро генератор убили. Так, о, ожидает. Хорошо. Исследовать. Солнце затухает. Вместо астрономов мы видим несколько наших пропавших. Они говорят, что пришли сюда за помощью, но все были мертвы. Астрономы продолжают наблюдение, пока не умерли от голода. А, продолжали. Из-за чего такого важного они могли, они пошли насмерить? Ответ мы обнаружили в их заметках. Сокращение солнечной активности нельзя объяснить лишь дымом южных вулканов в атмосферу. Солнце затухает. Ребятушки, если бы солнце затухало, то это происходило бы немножечко не по такой параболе. Сопроводить выживших до города, да, давайте. Как раз мне нужны люди. Тут сейчас у меня стадо придурков уйдет. Блин, 23 пальных, офигеть. Сейчас доделается второй уровень геника. Вот, и все станет немножечко повеселее. Работает, но что? Достигнут лимит хранения? Изучить технологии денег второго уровня. Подрубаем Хорошо Так, новый тег Новый тег Увеличение радиуса генератора Мне не хватает стали Вот это круто, вот это круто Сейчас просто Раз, два, три, четыре, пять Что искать Давайте, наверное Кстати, что у нас тут? Кто-то будет это собирать, нет? Давайте соберем вот эти стальные обломки Они же прямо у нас тут под носом валяются Здесь Семь человек Вот, и сюда тоже Семь человек, давайте Все, отлично Температура слишком низкая, не работает Давайте врубаем тут температуру в госпитале Температура слишком А, тут просто не работает Так, что такое? Нужно больше больничных коек Да, я хорошо, я тебя понял Я построю санитарный пункт Годицы Я его и так построю Здоровье Санитарный пункт На тебе Люди такие простые От вашей эффективности работы Зависит, выживете вы или нет Блин, у нас угля опять не осталось Ни фига В это время суток закрыто Достанкнуть лимит хранения Так, а зачем вы это храните? Вы не хотите это? Блин, у меня этот денег сейчас сожрет все Некрасиво Семь человек работают Знаете, чем пофиг с этой стали Надо снять семь человек Отправить их сюда на уголь А, вот откуда мне люди Они тут весь уголь Пособирали И теперь они Типа ходят такие, маются Хорошо Я вас понял С древесиной На древесине у меня никто сейчас не работает Генек сейчас вырубится Зараза Недовольство растет Конечно Как я могу дать людям надежду Если Они же сами не собирают Достаточно угля для денег Экспедиционный отряд прибыл Отлично Новых людей привезли мне Давайте сразу Таки У меня сколько? 35 безработных? Ух ты же просто Суперские Так Новых людей сюда Не работает почему? Обогреватель включен А, уголь тратится Да, у меня угля нету Все хорошо Сейчас Так Кстати Домасики надо для них сделать Давайте я сразу им снежные ямы буду делать Вот почему они Выключаются Обогреватели Потому что надо ожидать Не надо ожидать Чувак Вот сюда вот дуешь Последнее место осталось Куда мы можем сходить Ну На пока что Я думаю Там потом еще места будут Ребята Идите уголь Добывайте Время идет Идите сюда Раз вы такие Бесполезные Трансплантация органов Вы можете использовать Часть тел покойных К тому же они хорошо Заморожены Инженер-ученик Медик-ученик Не знаю Пищевые добавки нет Не хочу Бойцовские арены Я вообще не знаю Это та чрезвычайная смена 24 часа подряд Подписать У меня же Ооо Недовольство опять такое Опа Я чего-то не понимаю Почему Они же здесь Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ребят Давайте Давайте по чесноку Здесь Добывается Уголь Он здесь Но мне Он не прибавляется Никак А здесь Говорят Что достигнут Лимит хранения Я не хочу Его там хранить Я хочу Чтоб его То есть Что мне нужно Чтоб этот уголь Я что-то не понимаю Здесь что ли Ресурсы Пост добычи Склад ресурсов Склад ресурсов Посмотрим Посмотрим Я не знаю Что это за Фигня Некоторых Далось Убедить Лондон Загорит С толпой Он пытается Напугать Тех Что Как можно Больше Больше Присоединился К походу Лондон Но Слушается Останем Других А я ему Ничего Не могу Разогнать Толпу Прогнать Оратора Почему Я не могу Прогнать Оратора Почему Берешь Одного Чувака И даешь Пинка Чтобы Он Летел Блин Но Эта Опция Игра Мне Не Предоставляет Пусть Говорит Конечно Да Пусть Тринги 37 Человек Уйдут Сдохните Там К черту Придурки Тупые Где Мой Уголь Вот Что Мне Интересно Почему Тут Работает 9 Человек Тут Работает Полный 10 Человек Ваше Время Пришло Для Чего Мы Все Равно Обречены Он Сейчас Лифчик Умрет Быстро Хорошо Что Я Больше Не Увижу Меня Свергли За Что Вот Это Сейчас Было Эпично Мрачные Люди Ведут Вас Под Генератор Толпа Молча Ждет Люди Наблюдают За Вами С Равнодушными Лицами Будто Смотрят На Падающий Снег Вас Быстро Судят И Учтя Ваши Старания Отменяют Смертный Приговор Вместо Этого Вас Изгоняют Из Города Я Сделал Все Что Смог Ну Я Реально Сделал Все Что Мог Короче Ребят Смотрите В чем Фишка Во Первых Люди Люди В экстремальных Условиях Борясь За свое Собственное Выживание Продолжают Работать Восьмичасовой День Не Вкалывают Как за Свою Жизнь А просто Работают Восьмичасовой День То есть Ну норм Как в европейских Странах Как бы Понимаете В половине Мира Сейчас Люди Работают Больше Чем Восемь Часов День Просто Чтобы Выжить И у нас Никакого Апокалипсиса Нету Короче Вот эта То что Ну то есть Недовольство Растет Как будто Они дети Малые Как будто Я руковожу Не Взрослыми Нормальными Людьми А вот Как Вот знаете Ребенку Говоришь Надо сделать Уроки Для тебя Это нужно Он такой Нет Вы плохие Родители Вы меня заставляете Делать всякую фигню Вот Вот это Мне сейчас Это очень сильно Напомнило Говоришь людям Идите туда Работайте Они недовольны Делаешь это Они недовольны Вот Насчет Того же Обещания С едой У меня Оставалось Двое Голодных Нет Обещания Нарушено Короче Ну Блин Ребят Серьезно Я понимаю Что это Игра И должны быть Какие-то Критерии Выживания Но Вот это Все Выглядело Не знаю Очень Очень Натянуто За уши Очень Притянуто За уши Вот Эти Лондонцы Вот этот Чувак Который Пришел Из Того Из мертвого Города Кто Я уверен Что его Не слышал Весь город Он не пришел С громкоговорителями Начал с обрыва Вещать Что все мертвы Нет Его нашли Там Два Три Человека Нельзя Было Их Заткнуть Нельзя Было Убрать Распространение Этого Слуха Во-первых Во-вторых Почему 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 Вот этот Оратор Который Сейчас Орал Ну Который Говорил Люди Уходите Со мной Уходим В Лондон Почему У меня Не было Опции Его заткнуть Ну Кого Черта Я Хорошо У меня Нету Дружины У меня Нет никого Я Лично Как Человек Могу Пойти Туда И Лично Дать Ему Пинка Почему Игра Не Не Дает Этого Варианта То есть Насчет Паровых Генераторов Я поставил Паровую Точку Возле Тех Жилищ Почему Это Не Сработало То есть Отдельная Паровая Точка Стояла И Я ее Поставил До Того Как Время Закончилось Почему Это Не Зачиталось За выполненное Обещение Температура Не Успела Подняться Не Знаю Ребят Такая Немножечко Отмазка От Меня Требовали Поставить Там Утепление Я поставил Утепление Игра Такая Не Чувак Так Не Считается В общем Я когда Начинал В это Играть У меня Были Такие Ощущения Что Давайте Я попробую Я знаю Что Эта Игра Она Реиграбельна Очень Сильная И Для Повторных Прохождений И Всякое Такое Я подумал Сейчас Я ничего Об этом Не знаю Если Я сейчас Быстренько Сольюсь То По крайней Мере Исходя Из Игра Обычно Дает Какие Пояснения Сделай То Сделай Это Я построил Угольные Шахты Чтобы Там Работали Люди Из Угольной Шахты Люди Должны Они Копают Уголь Приносят Его К Центру Почему Из Угольной Шахты Они Не Приносят Этот Уголь Мне У Угольных Шахтах Сейчас Работало 19 Человек В Угольных Шахтах Работало 19 Человек И Типа Хранилища Заполнены Какие Хранилища Куда Их Располнять Почему Их Не Возят Этот Уголь Я Сижу Без Угля Мне Не До Этого Я Не Хочу Разбираться Вы Там Собрали Уголь Блин Черт Поверь Просто Принесите Его Есть Дороги Есть Куча Ну То есть Склад Какой Недостро Почему Игра Мне Такая Не Говорит Чувак Ты Тут Склад Забыл Построить Или Я Не знаю У меня Тут Долбанутые Механики Я Хочу Чтоб Ты Не Знаю Через Правое Ухо Левую Ноздрю Часал Я Вот Так Хочу Ну То Не знаю Вот Такие Сомнительные Очень Сомнительные Решения Причем Что я говорю Что игра Сделана Довольно Качественно То есть Тут Нету Лагов Нету Багов Нету Каких Глюков Текстур Очень Качественно Сделано Очень Атмосферно Очень Круто Сама Игра Очень Классная Я Не Про То Я Говорю Про Те Нелогичные Вещи Которые Портят Геймплей Вот К сожалению Что То есть Я Это тот Случай Я не гоню На игру Я гоню На какие-то Мелочи Которые Все Портят Опять же Эти Микроскопические Шрифты Блин Я не знаю Кто Это Придумал Ну Нафига Так Делать Они Вообще Просто Пиксельные Вот Такие Приходится Просто Глазами Каждый раз Вгрызаться Чтобы Прочесть Что там Написано Причем По-моему Это второй раз Когда я жалуюсь В принципе На мелкие Шрифты У меня Довольно Большой Монитор Я играю Всегда В оригинальном Родном Разрешении Этого Монитора И мне Всегда Всего Хватает Когда Начинаются Вот такие Вещи Ну Я не знаю Каким Образом Атмосфера Достигается Тем Что почерк Микроскопический Что не видно Нафига Немножко Сомнительно Сделайте Комфортно Зачем Делать Вот так То есть Даже Тот же Самый Дату Ворлдс Они Потом Выпустили Патч Который Увеличивал Буквы С шрифтами То есть Когда мы С вами Проходили Вот Я Этого Еще Не знал Там Немножко Мелковатые Шрифты Да Согласен Вот Но В конце Концов Ребята Выпустили Патч Который Увеличивал Шрифты Они Поняли Свою Ошибку Я Некомфортно Читать Что Прям Аж Вот Поэтому Не Ребятки Второго Рана Не будет На этом Мы Наверное С этой Игрушкой Заканчиваем В нее Наверное Можно Поиграть Каким Нибудь Таким Вечерком Вот Когда Есть Свободное Время Почитать Повникать Больше Как-то Разобраться В механиках Игры Потому что Они Очень Часто Довольно Непростые Эти Самые Механики Вот Не знаю В общем Это тот Случай Когда Я Когда Я говорю Что Игра Хорошая Игра Хорошая Просто Не для Меня Мне Она Не Зашла То Есть Ну Вот Как-то Такое Тоже Бывает На вкус Цвета Фломастера Разные Вот Поэтому Да Ребятки Мы С этой Игрушкой Будем Прощаться Ну В любом Случа Она У меня Остается И Когда Нибудь Что Нибудь Может Быть Но Не В ближайшее Время И Нового Нового Рана Мы Сделать Не Будем Поэтому Ребятки Я Могу Как Вот Для Личного Ознакомления Да Она Очень Годная Стоит Зайти Посмотреть Тут Прикольно Вот Если Вы Готовы Мириться С теми Минусами Которые Я Перечислил То В общем То Да Тут Прикольно Вот Все Тогда Будем На этом Заканчивать Увидимся В следующих Играх В следующих Проектах Спасибо Что Были С нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодушек И Всем Покеда Субтитры Субтитры